Дэвид Маркус Примерно в 4.30 утра, за несколько часов до открытия католического храма, предлагающего еду, потому что они были голодны и им нужна была еда. И когда я увидел эти кадры, моя досада на губернатора штата Нью-Йорк Куомо и мэра Нью-Йорка Де Блазио сменилась гневом, потому что люди голодают, малый бизнес рушится, рабочие места испаряются, наши дети не получают образования, люди не могут обследоваться на рак. А губернатор в своем ежедневном телешоу сидит и ведет себя так, будто мы жалуемся, что нам нечего посмотреть на Нетфликс. Это дико, и это приводит в бешенство. Как по-вашему, почему такой амбициозный человек, как Эндрю Куомо, амбициозные политики обычно обращают внимание на желания общественности, настолько лишен чувства уместности и забывает о бессмысленных страданиях населения? Почему он этого не понимает? Думаю, сейчас люди не особо могут выразить свое отношение. Прежде всего, они не могут выйти из дома. Но я также думаю, что положение Эндрю Куомо сейчас таково, что вполне очевиден его провал, особенно в случае с домами престарелых, и там это стоило человеческих жизней. И я уверен, что он очень, очень нервничает и не хочет совершать новых ошибок. Но этого недостаточно. Нам нужно сильное руководство, потому что город Нью-Йорк умирает. Его нужно открыть сейчас, иначе нам его не спасти. От друзей, родственников и коллег, живущих в Нью-Йорке, слышно, что... Мидтаун занимают одни бродяги. Только они. По сути, все общественные места захвачены психически больными наркоманами. Я задаюсь вопросом, что нужно, чтобы вернуть такой город к нормальной жизни? Проблема в том, что с каждым уходящим часом возвращение города к нормальной жизни становится все более трудной задачей, потому что каждый день какой-нибудь предприниматель понимает, что капитал, помогавший ему оставаться на плаву последние два месяца, исчерпался, что ему нечем платить за аренду в ближайший месяц-два. И я понимаю, Билл де Блазио думает, что где-то есть гигантский горшочек с золотом, который прячут от него злые лепреконы-республиканцы, но ведь нет. Единственный способ для этого города вернуться в рабочее русло — это вернуться в рабочее русло. Только это принесет денежные средства для осуществления того, что необходимо городу и горожанам. А сейчас, есть ли у вас какая-то информация о том, когда это закончится? Куомо или де Блазио сказали хоть что-то, что позволяло бы думать о каком-то возвращении к нормальной жизни, скажем, в августе? Я не слышал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова